О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с представителями бизнеса. Нижегородские школьники встретились с бывшим бойцом СВО в центре сферы. Добровольцы из Нижнего Новгорода отправились на подготовку к участию в СВО. Новое краболовное судно спустили на воду в Новашинском округе на Обской судоверфи. В Нижегородской области полным ходом идет весенний призыв в вооруженные силы РФ. Встреча, вопросы, бизнес, открытый диалог традиционно проходит на площадке Нижегородской ярмарки. В своем вступительном слове губернатор Глеб Никитин отметил уверенный рост по всем отраслям экономики. Причем показатели в нашем регионе выше среднероссийских. Я уже не раз на всех уровнях говорил о рекордных значениях роста Нижегородской экономики. 11 процентов за 23 год это региональный внутренний продукт. Но вы, наверное, знаете, что свыше 10 процентов ВРП или ВМП стран или регионов это уже экономическое чудо считается. В России в среднем это 3,6-3,4 процента за прошлый год. У нас 11. В центре внимания импортозамещение технологический суверенитет. Это с каждым днем становится все более актуальным для нашей страны. Многое уже сделано, но и много еще предстоит сделать. Глобальное импортозамещение в широком смысле этого слова. Практически в каждой отрасли ему открыт зеленый свет. Но прежде всего ресурсы будут концентрироваться на достижении суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики в страны. Это производство оборудования, станков, про что я уже упоминал. Транспортных средств, новых материалов и робототехники. В помощь бизнесу существенная господдержка. Это национальные проекты, технопарки, особые экономические зоны с льготными программами для компаний. Бизнес не замкнулся на отечественном рынке, хотя он сверхважен. Экспорт растет. И здесь ориентир на дружественные страны. Несмотря на санкции, объем экспорта в 23 году был в 1,6 раза больше, чем, например, в 17 году. И здесь наши предприятия огромные молодцы. Продолжается разворот внешнеэкономического вектора на другие рынки, на рынки дружественных стран. ЕАЭС, БРИКС, Средней Азии, Африки, Ближнего Востока. Особо хочу отметить, что в этом году саммит глав дип-ведомств БРИКС пройдет здесь, в Нижнем Новгороде. Кроме дип-ведомств, еще будут проведены встречи министров промышленности стран БРИКС, министров природных ресурсов стран БРИКС, ШЕРП, форум городов-побратимов. Традиционная часть встречи вопрос-ответ, что и предлагает открытый диалог. Представители бизнеса обратились к губернатору с насущными проблемами и предложениями. Проблема с предыдущим содержанием. Прослова доставлены с оборудованными современными. В напряжении скачут, приезжают энергетические, стабильность, вопрос стабильности. Да, но понимаете, в чем вопрос? Они приезжают и реально ставят парень. Они что-то меряют, потом переменяют, ничего никак не говорят, доносят для у нас всех священников, что у них все в норме. Все сигналы от бизнеса будут детально проработаны профильными министерствами и ведомствами. Да и сами представители бизнеса отмечают, власть их слышит и дает отклик. И реально обратная связь поступает и она есть. Я сама на себе это чувствовала и не только на встречах с губернатором, но и на встречах с его замами, замминистрами. Да, действительно, обратная связь есть, она работает. Эти встречи, мне кажется, для этого и предназначены, чтобы там, где мы зашли в тупик, мы имели возможность найти пути решения в конкретной ситуации. Добро, скрывающееся за маской. Владислав Далекин в прошлом добровольцем отправился в зону специальной военной операции. До этого был тренером в Розамасском бойцовском клубе. После контракта вернулся на гражданку, но желание помочь общему делу не пропало. Теперь он регулярно отправляется с гуманитарными конвоями в качестве волонтера в зону боевого соприкосновения. Об этом и говорит с нижегородскими школьниками в зале центра «Сфера». Их около 70. Подобные встречи проводят по проекту «Диалоги с героем». Владислав рассказал, что без гуманитарки там не обойтись. Помнил, как впервые попал на фронт. Школьники ответили живым интересом. Некоторые из них сами собирают гуманитарные посылки. Мы помогаем школьникам. Отправляем еду, воду, открытки пишем. Много всего, одежда. Я узнал много нового. Узнал подробнее о СВО и как происходят военные действия. Это было очень интересно. Я смотрел с впечатлением. Интересно узнать, как человек реагирует на это все, какие эмоции он испытывает во время этих действий. Интересно узнать опыт. Разговор о гуманитарной помощи нашим бойцам от школьников. Мы сейчас занимаемся как раз гуманитарной миссией. Ежемесячно осуществляем выезды на освобожденные территории к нашим бойцам передовые с нижегородским ополчением. О нашей деятельности, немножко о своей службе. Ну и в целом о том, что такое патриот, каким должен быть настоящий мужчина. Ребятам очень важно, что дома их ждут, дома помнят про них и заботятся о них. Новобранцы готовы к бою. Добровольцы из Нижнего Новгорода в боевом настроении отправились на подготовку, чтобы затем принять участие в специальной военной операции. Кто-то физически готовился к этому благодаря усиленным тренировкам и занятиям спортом, а кто-то даже имеет за плечами опыт на службе. Их навыки технические специальности будут направлены для решения военных задач. На передовой друзья. Это дает дополнительную уверенность в своих силах и надежду, как можно скорее вернуться домой с победой. Хочу быть частью победы и приблизить ее. Ну, чтобы все, мир был нашим. Такое дело великое и бравое. Поэтому, да, стоит, нужно сесть защитить Родину. Вот оно, громадное и величественное судно. Капитан Скафпен ждет, не дождется, когда его, наконец, спустят со стапелей. Торжественная церемония на Окской судоверфи. По традиции, когда корабль спускают на воду, у него появляется крестная мать. Ею для кораболого процессора стала Ольга Щетинина, сенатор Российской Федерации от Нижегородской области. Пусть сегодня этот праздник останется не только в наших воспоминаниях, но будет таким символом продолжения развития нашей судостроительной отрасли. С праздником! Здесь работают, наверное, самые большие профессионалы своего дела. Я очень горд, что на территории Нижегородской области у нас такое замечательное предприятие, которое не перестает удивлять. Вы большие молодцы! И прямо на церемонии подписания контракта на строительство еще шести кораболов. Наши предприятия имеют огромный опыт и крепкие традиции. И мы гордимся тем, что мы продолжаем их, создавая современные и надежные суда. Окская судоверфи спускает уже третье кораболовное судно такого проекта. До этого со стапелей здесь спустили капитана Манжолина и капитана Дудника. Это программа квоты в обмен на инвестиции. Победители аукционов по распределению квот на вылов краба берут на себя обязательство финансировать выпуск судов-краболовов. Вся эта программа вообще реализовывается по поручению президента. И что многие верфи получили заказы на строительство таких судов, конечно же, позволяет не только обновить нам флот, но и позволяет, конечно же, получать заказы для судостроителей. Здесь стоит самое современное, самое передовое оборудование, выборочные комплексы, оборудование для перевозки краба, реф-установки, установки очистки воды, аэрации воды в чинах. То есть здесь предусмотрено все, чтобы мы могли поймать, добыть, довезти. Краболовы-процессоры предназначены для добычи краба и его переработки прямо на судне, в море. Их отличают улучшенные мореходные качества, удвоенные мощности для добычи и переработки улова и, конечно же, уровень безопасности и комфорта экипажа. В самом разгаре весенний призыв. Уже традиционно ряды вооруженных сил России пополнят более трех тысяч нижегородцев. Не меняется и график проведения призыва с 1 апреля по 15 июля. Ожидается, что треть призывников войдет в состав элитных войск. В таких частях должны служить наиболее подготовленные, наиболее ответственные, наиболее дисциплинированные. Одно из главных отличий этой весенней кампании – повышение возраста призывников. На службу в армии теперь призывают до 30 лет. Процедура извещения все та же. Повестка приходит в бумажном виде. Затем необходимо прийти в военкомат. Неявка или уклонение от призыва грозит как административным, так и уголовным наказанием. Если гражданин не прибывает по повестке на отправку на призывную комиссию, и это проявляется неоднократно, то есть не прибыл раз по повестке, не прибыл два по повестке, то это уже является уголовной составляющей. Продолжается призыв не только на срочную службу, но и на службу по контракту. Действуют и региональные меры поддержки. С учетом федеральной выплаты военные специалисты, которые заключат контракт с Министерством обороны России, единовременно получат 695 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова